Это значит полуэковой давности, фактические подходы, которые были впервые, я понимаю, в этой статье, это один из первых экспериментов, где они были подтверждены. А теперь, насколько они в современное время применены и применяются? Насколько это место эффективным? Что можно сказать? Вот уже из бумажного изложения видно, что подход достаточно громоздкий, хотя и в общем очень универсальный, то есть более универсальный, чем подход, связанный с применением уравнений для моментов. Значит, ну вообще, скажем, в геофизических приложениях в основном используются уравнения для средних скоростей, там, кутностей, давлений и так далее, значит, в турбулентных течениях. Ну и, естественно, так сказать, эти уравнения, если их непосредственно получать из уравнений на вне стокса, они оказываются незамкнутыми из-за того, что уравнения на вне стокса нелинейные. В уравнении для моментов, статистических моментов данного н-го порядка будут присутствовать, значит, моменты более высокого порядка, и цепочка такая будет бесконечная. Для того, чтобы практически можно было с ней работать, необходимы некие гипотезы замыкания. Ну, там нам Андрей третий вариант приводить. Да, значит, ну, вот он, к сожалению, конкретных этих гипотез не написал, а вот самая такая распространенная гипотеза замыкания, она состоит вот в чем. Она действительно очень простая, и вот была продолжена еще в 19 веке, а, так сказать, общая идея такая. Я думаю, что только вот эти вот маркеры будут писать. Да, а можно вот эти? Спасибо. Значит, гипотеза замыкания такая, что турбулентный поток любого скалярного поля, ну, в качестве скалярного поля может рассматриваться компоненты векторного поля, равен произведению некоторого коэффициента на грандимент этого потока. Значит, если это итой компоненты, д, фи, средняя, коды, х, итой. Это так называемая гипотеза Бусинеско, которая, ну, основывается, вообще говоря, просто на аналогии между турбулентным перемешиванием и обыкновенным молекулярным переносом. Значит, где молекулярные потоки, вещества, там импульсы, энергии, чего угодно, пропорциональные, оказываются пропорциональными документами от средних величин. Но если при молекулярном переносе эти коэффициенты обмена молекулярного являются константами, которые можно либо померить, либо, так сказать, вычислить на основании уравнений Гольцмана, то здесь вот эти самые константы, мало что зависит просто от свойств жидкости, они еще зависят от параметров течения, ну, просто от самого параметра течения, от координатами зависят. Вообще говоря, являются не универсальными функциями, вот некоторыми, не универсальными даже функциями, а, так сказать, строго говоря, их надо подбирать к эксперименту. И простота вот такого, этого самого, вот такого подхода, она, в общем, таким образом в значительной степени теряется. Поэтому, да, вот такая вот, вот такие формулы носят название гипотез замыкания. Вот для того, чтобы как-то, ну, это до сих пор идея владеет умами о том, как, собственно, придумать, как бы, так сказать, развить какой-то универсальный метод получения таких гипотез замыкания. И вот этот вот подход, ну, общая идея была такая, давайте, так сказать, воспользуемся описанием, которое содержит в себе все моменты, все статистические моменты. Так, что содержит все статистические моменты? Ну, функции распределения. Вот давайте мы попробуем получить уравнение для функций распределения, из них получить, так сказать, уравнение для статистических моментов. Вот это тот самый подход, о котором сейчас рассказывала Маша. Ну, здесь, на самом деле, тоже все не так просто, но, тем не менее, существует целый класс задач, которые, так сказать, которые могут быть с помощью вот этого вот, с помощью уравнений для функций распределения быть решены. Ну, прежде всего, вот Маша говорила о том, что можно, ну, вот это вот громоздкое уравнение, да, с интегралом столкновений, из него, вообще говоря, можно вычинить слагаемое, которое будет описывать перенос вот этих вот, вот этих всех моментов функций распределения с помощью среднего градиента давления. Вот мы его вытащили, дальше у нас остался интеграл столкновение. Значит, чем он, собственно, откуда, какое физическое происхождение вот этого интеграла столкновения? Это влияние, он описывает влияние пульсации давления на, по существу, распределение скоростей в данной точке. Что делает пульсация давления? Значит, какая роль пульсации давления? Она вообще, ну, это как бы экспериментальный факт такой, собственно, из уравнений, следует, из анализа уравнений следует, что пульсация давления приводит к изотропизации случайного поля скорости, турбулентности. Исходя из этого, вот применяют разные гипотезы замыканий, и самая простая из них, это вот такая вот так называемая тау приближение, когда интеграл столкновений аппроксинируется вот такой формулой, где f это текущее значение, f нулевое это гауссовая функция распределения, ну или какая-то равновесная функция распределения, но это имеется в виду, что эти пульсации давления, они приводят к гауссизации, к экозотропизации поля скорости. Эта модель, в общем, работает хорошо, если столкновение, ну вот это влияние вот этих пульсаций давления достаточно слабое. Вот у нас с Львом Цимбрингом в 1986 году была статья, в которой показывалось, что вот это вот такое вот слабостолкновительное приближение может быть применено для описания взаимодействия поверхностных волн с крупными порывами ветра. То есть вот как бы вот есть порывы ветра над поверхностью воды, вот их влияние на поверхностные волны можно описывать в бессолкновительном приближении, и вообще, так сказать, там получился подход идеологически близкий к тому, который, так сказать, применяется в плазме, и эффекты, которые там наблюдались, эффект нарастания волн, он был очень похож на просто на обратное затухание ландау в плазме. Вот, то есть в таких случаях этот подход является действительно продуктивным. Более сложные, можно предложить и более сложные аппроксимации для интеграла столкновения. Иногда вместо, так сказать, вот там приближения используются диффузионные приближения, и тогда, значит, получается для функции распределения уравнения типа фокера-планка. Вот. Ну, что касается приложений. Значит, ну вот... Ну, это все относится к Калмогоровским спектрамам. А если есть обратный каскад, то... Нет, это вообще не... Это не одно... То ситуации, когда... Значит, сейчас скажу. Вообще, вот то, о чем здесь ушла речь, это вообще, говоря, одноточечные функции распределения. И когда мы говорим об одноточечных функциях распределения, то тогда мы вообще, так сказать, спектрами не интересуемся. То есть, в соотношении разных масштабов оно тут не присутствует. Да, да, потому что... И это тоже понятно, потому что в действительности, вот во всех задачах турбулентности, задачи... Ну, эффект... Прежде всего, интересуются такими эффектами переноса, среднего переноса всего на свете, так сказать, турбулентными вихрями. Спектры интересные... В общем, спектры вот эти вот всякие там энергетические, все эти вот хвосты, вот эти законы, они интересны с точки зрения, прежде всего, с точки зрения замыкания вот этих вот уравнений, аппроксимации более, так сказать, слагаемых более высокого порядка. Сами по себе они, конечно, интересны, ну, вот с точки зрения, скажем, распространения, ну, вот в атмосферной флуктуации атмосферы, они, так сказать, вот... Атмосферной флуктуации, например, интересно знать, ну, с точки зрения эффектов, связанных с распространением там радиоволн, света и так далее, вот в таких задачах. Там, скажем... Восерене так? Да, 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 да. А вот в таких задачах метеорологии или... Ну, вот я сейчас, так сказать, об этом тоже скажу. Вообще, вот этот подход, он наиболее... Ну, связанный с функциями распределения, он наиболее... Так... Наибольшим образом применяется в теории реагирующей... Гидродинамики реагирующих потоков. Вот там распределение... Важно знать распределение концентрации... Не только полей скорости, но и концентрации реагирующих веществ, входящих в этот поток. И поэтому вот там этот подход, он является наиболее, так сказать, наиболее... Он достаточно прямой там. Он там прямой, и он, в общем, он там востребован. Там он очень развит, и там он действительно развивается. Вот. Но в этом случае, значит, вот работа Лангрена, она же была одной из первых. В параллель с ней, правда, была работа Монина, тоже 167-го года. И она была, так сказать, в ней были выведены уравнения для функции распределения скоростей. А потом уже вот были учтены, так сказать, более сложные... Были рассмотрены более сложные потоки, в которых, например, менялась концентрация примесей, или это были неоднородные потоки в поле силы тяжести, в которых нужно было учитывать эффекты плавучести. Вот. И в этих задачах, в этих задачах, так сказать, ну, свои там, свои проблемы, свои дополнительные эффекты проявлялись, дополнительные, так сказать, слагаемые, необходимо было учесть, и свои интегралы столкновения. Вот. То есть, нужно сказать, что вот сейчас развитие этой вот этой вот всей науки происходит, то есть, так сказать, обзоры публикуются современные, и все это есть, но вот это все-таки даже не столько к геофизическим, сколько к реагирующим потокам относится. Вот. Ну, причем даже и в Советском Союзе была такая вот очень хорошо, ну, так, такая имеющая международное признание школа, которая, собственно, рассматривала вот этот подход, и тоже в конце они, так сказать, перешли к, больше к описанию реагирующих потоков. Вот сейчас, ну, вот у нас на прошлом занятии выступал Сергей Сергеевич Затинькевич, и он предложил, собственно, некую гипотезу замыкания потоков для геофизической гидродинамики, для задач прогноза погоды и климатических всяких процессов. Значит, ну, там, так сказать, стояла довольно-давно проблема того, как чему равен поток тепла. То есть это вот перенос тепла в атмосфере, который описывается слагаемым W' на T' Вот долгое время описывался вот с помощью такого вот, такой вот градиентной гипотезы, вот, а Сергей Сергеевич показал, что, тут надо еще учитывать дополнительное слагаемое, которое обеспечивает противоградиентный поток, вот он описывал эту вещь. Вообще говоря, вот этот же подход, он совершенно естественный, этот же результат, он совершенно естественным образом следует и из уравнения для функции распределения скорости и плотности в жидкости, так сказать, которые находятся в поле силы тяжести. И сейчас, в общем, ну, мы, у нас есть тут некие совместные задумки о том, чтобы этот подход, вот, так сказать, более широко и более широко распространить к решению вот этой вот задачи. То есть это вот, собственно, происходит сейчас. То есть вот ситуация, ситуация здесь такая. Вопросы есть по этому подходу? Концептуально, наверное, понятно, а... Ну, детали, то есть две детали, тут, конечно, есть разные детали, о которых нужно, может быть, специально рассказывать специально. Ясно, что они от задачи сильно зависят. Ну, и там есть некие универсальные вещи, но, в общем, они, конечно, требуют уже и презентации, и такого более конкретного пояснения, и несколько больше времени. Ну, давайте, спасибо. Ага. Ага.